Здравствуйте! Снова с вами Ful. Я бы хотел сегодня перед началом урока сделать такую вотную. Может кто-то знает, кто не знает. Значит я перешел на другую версию. Gigant Editor. Вот как вы видите 4.1.9. Тут больше упрощений, лучше программы намного. По ней я тоже буду создавать уроки. Почему бы тут много добавилось чего. Вот например у нас тут уже задействовано колесико мыши. У нас задействовано. Вот как вы видите у меня. Вот так. И вот смотрите я уже колесико мыши могу приближать, удалять. Но поворот и все остальное осталось все равно с нажатой кнопкой Alt. Но тут добавилось квадратное делание полей и много чего добавилось. Но сегодня не о том. Значит я бы сегодня хотел поговорить. Мне задали вопрос такой в личном сообщении. Я бы хотел на него сейчас ответить. Значит для того, чтобы нам вопрос состоял, как изменить трафик. Я бы хотел это сделать. Значит для изменения трафика нам надо зайти вот в эту вкладку. Импорт 3D файла. Берем MAP01. Открываем. Берем PATH. За произношение еще раз извиняюсь. И берем вот трафик PATH. Вот именно вот этот файл. И мы его открываем. Мы когда его открываем он появляется у нас на карте. Я его открывать не буду, но вы его открываете. Вот он у нас появился. Вот этот вот. Сплайн. Сейчас, сейчас. Вот. Господи. Вот. Этот сплайн. Как вы все знаете в фермер 9. не было. Вот этого вот. Это я уже сам тут. Ну. Тросточки помудрил. Так. От нечего, как говорится, делать было. Значит вот. Вот это вот. Это наш трафик. Вот эти вот все линии, которые вы видите. На карте. Вот линия. Видите. Я ее не поднимал. Нет. Она идет с учетом того. С учетом карты самой. Прописано. В 11. Такого нет. В 11. Там оно располагается более не так. Ну. Об этом мы тоже поговорим, я думаю, на следующем уроке. Но сегодня я бы хотел все-таки заняться этим. И вот как вы видите, я импортировал на карту вот этим вот файлом. Я импортировал сплайн. Он появился у нас. Я его импортировал. И вот он у нас появился. Я отвечаю на вопрос о том, вот примерно я хочу, чтобы моя машина с одной стороны, она заезжала сюда, проезжала двор, примерно выезжала сюда. И, ну, я не подготавливал специально заезды, отъезды, я просто показать, как. И вот она сюда. И тут, то есть, у нас идет двухстороннее движение. Между вот, вот тут должен промежуток быть и вот тут промежуток, чтобы машина могла ехать, чтобы она не была, как вам объяснить, не было заторов. Чтобы было у нее проезд в свободный, чтобы она могла двигаться там, где вы хотите располагать линию так, чтобы было и с этой стороны место, и с этой. Значит, в это я углубляться не буду, вы уже сами там посмотрите. Теперь, что касается, тут у нас есть триггера, которые отвечают за выход машины и за вход машины. По программным таким диалогам, как точное название их, точное сопоставление я говорить сегодня не буду. Но скажу одно, все триггера должны стоять пертикулярно, чтобы не было никаких, если мы развернем триггер вот так, машина не будет, просто она доедет до этого места, и она не будет заезжать, выезжать. То есть, должен стоять именно, равносительно это и это и оси ровно. Значит, вот у нас тут есть вот эта точка. Вот она. Вот эта точка, она постоянно должна сходить с этими точками. Если не будет она вот сюда закольцована, а будет просто у нас стоять, где-то вот выход с триггера, где-то она вот тут будет. То есть, машина отсюда, отсюда машина уже не будет выезжать по дороге, а будет только одностороннее движение. То есть, только с того триггера. Все вот эти точки, они должны совмещаться в триггере. Почему? Потому что уже у вас не получится движение транспорта. Все эти точки можно хорошо разместить. И это значит, показываю, как тянуть точки и как выставлять точки. Я создал уже примерно так, что я буду краток, как говорил уже. И в конце урока покажу вам, как оно выглядит на самом деле. Мы выбираем точку, вот эту вот. Нажимаем Insert. Это у нас 0 на клавиатуре. Хочу сказать, на ноутбуке это 0. И на такой клавиатуре у нас INS, INS, так идет, на ноутбуке пишется INS, на такой клавиатуре пишется INS, это 0. Мы берем 0, это у нас ставить точку. Вот примерно, видите, я нажимаю 0, и вот еще появилась одна точка. Я нажимаю DELETE, и точка исчезает. И вот я делаю DELETE. INSERT, INSERT, вот DELETE. И вот DELETE я удаляю эти все-все-все-все-все точки, которые мне не надо примерно. Я хочу расположить по-другому их примерно. И делаем вот. Видите, я удаляю точки, и линия сама по себе по другому масштабу стоит, по-другому выглядит, начинает. Мне эту линию надо сейчас будет примерно, я хочу сделать. между вот этой точкой и этой точкой, я хочу ее сдвинуть. Вот я беру затянущие стороны застрелочки, и перетягиваю. Как вы уже видите, я перетягиваю, и вот я уже, вот видите, я их перетяну. Так, теперь я хочу, вот, сместить ее сюда, и сделать то же самое, что у меня было готово, я только... Что касается поворотов этих тянущих, поворота тут нет, тут только корректируется точками. Значит, вот между этой и этой мне надо еще поставить точку. Я нажимаю insert, это 0, я нажал, выбираю опять эту точку, и тяну ее вот сюда вот. Вы, как видите, у нас появился... Вот. Угол. Эту точку я выбираю, я могу угол сделать вот так. Раз. И вот этой точкой я могу сделать вот так, угол 2. Вот. Я ее расположил, чтобы машина у меня и тут проезжала хорошо, и тут. И теперь я разворачиваю. Я точно, точно не буду делать так, чтобы она... Я покажу быстро вам. Вот так вот тяну я ее, выставляю по карте. И вот так делаю. Теперь нажимаю insert. У нас появляется опять точка, и передвигаю ее сюда. Значит, когда мы передвинули, нам надо выбрать вот эту точку. У нас стрелочка мешает. И нам надо приблизить, просто приблизиться к ней. Почему-то стрелочка нам не даст. Вот. Мы выбрали эту точку. Теперь нам между вот этими вот точками, ну тут вот, надо поставить еще одну точку. Мы нажимаем 0, insert. Мы ее сдвигаем вот сюда вот. На поворотах советую ставить побольше точек. Почему? Потому что, чтобы выходил более там, ну плавный, красивый поворот. Машина заворачивала там, плавно так, ну, что выглядело по-настоящему. И вот мы выбираем точку, выбираем это и тянем. Вот как вы видите, у меня получились вот уже как изломы. Вот нету плавности. Я выбираю эту точку. Вот. Видите, излом. То есть, вот эти вот изломы, они тоже делают, из-за того происходит, из-за того, что нету больше точек. Вот нам надо вот к этой точке еще точку поставить. И между вот этой и этой точкой еще точку поставить. И вот вы видите, что у нас вышло на вот этом отрезке. Вот тут у нас мало точек я поставил. Тут надо было ставить больше точек. И оно как вот нам показывает, что у нас выходит вот такая вот некрасивость. И просто эту точку сдвигаем вот так. Вот раз. И эту. Нам надо ее расположить вот так примерно. И опять тянем. Мы потянули. Примерно смотрим, чтобы у нас не мешало здание. Ну, там уже будете, кто будет заниматься этим, кто будет уже смотреть, как ему надо там. И вот мы тянем. Я же говорю, я покажу это очень быстро. Почему? Я покажу в кратциях. С точками эта работа очень тяжелая. И требует немало времени, чтобы их выставить. Как я уже говорил, я перешел на другую версию гиганта. Всем советую, конечно, на нее перейти. Версия довольно-таки, по мне, лучше стала. Почему? Потому что я могу и колюсиком мыши, и сразу делать квадратные поля. И, ну, многое добавилось чего. Это, конечно, по вашим вопросам, по вашим просьбам будут создаваться, конечно, уроки. И опять мы нажимаем 0. Выбираем вот эту точку и делаем 0. Эту точку мы стягиваем вот сюда. Вот эту нам надо повернуть вот сюда. Я же говорю, я буду делать это очень быстро. Вот у нас, видите, тут угол появился. Смотрите, какой у нас вроде вот такой у нас заворачивает красиво. И вот эту вот точку нам надо ее сейчас будет дотянуть именно до триггера. Ну, у меня тут вот, видите, угол уже заворота, что он плавно поворачивает. Точек я не буду пока ставить. Это все на ваше, там, где вы хотите расположить, где у вас будет транспорт ехать и так далее. Еще что могу сказать, с точками тяжело вот постоянно словить вот эту вот стрелочку. Она не сильно, конечно, тут в сплайнах она так хорошо выводится и постоянно выходит. Если ты цепляешь не саму точку, больше надо, вот, и нам ее, вот, именно нам ее надо дотянуть до... Сплайн учитывает, почему он тут так расположен. Он учитывает подъемы и учитывает все вот эти вот подъемы, опуски. И так далее. Почему? Потому что, если вы ее задерете вверх, сюда, то машина будет просто лететь. Я не пробовал. Что могу... О чем могу сказать, что я не пробовал именно там задирать. Я пока весь занят другим, но... Нет, мы все это попробуем сделать. И вот нам надо вот между этих точек поставить. Нашу точку. И просмотреть, действительно ли она у нас входит в... В триггер. Вот она, мы как видим. Вот как мы видим, она вошла в точку. Значит, теперь, вот, видите, у нас как вышло. Ну, я, я же говорю, то я подгонял, да, действительно, там, чтобы оно... Это я показал, как можно расставлять. И там вы уже в своих, конечно, возможностях будете смотреть по себе. Ну, и на этом я вижу, наше время урока заканчивается. Но я попробую поставить, еще добавить чуть-чуть. Это показать, как это выглядит в игре. Конечно, машина будет ехать не по этой линии. Вот что я создал, а будет ехать по предварительному. А теперь я хочу показать. Вот, вы сделали это все. Вы берете... Если у кого-то оно в группе, у меня оно не вгруппировано. Так что, если у кого-то в группе, то вам легче, конечно, будет. Вы просто выбрали группу, и все. Но я делаю это вот так. Я беру, нажимаю Ctrl. Выделяю все вот эти сплайны. Выделяю триггера. Выделил. Теперь делаю файл. Экспорт-селект. И экспортирую именно вот сюда вот. И делаю сохранить. Вы делаете. Выбираю. Делаю сохранить. Я выбираю отмену. Вы берете, конечно, сохранить. Вы сохраняете. Чтобы вам сохранить карту, и не было вот видно этих линий. У меня они будут видны на уроке, на представительном. А у вас, чтобы не было. Вы просто или группу удаляете, или вот это вот выделено, и вы нажимаете делить. И у вас вот, то есть, нету, чтобы оно не высвечивалось в игре, и у вас видно. То есть, вот таким вот образом, вот. Я просто удаляю группу, или выделенное удаляю, и она у меня уже просто... В игре у меня его нету, оно просто уже показывается. Всем спасибо. С вами был Фул. Специально для Тразгана. Нашего уважаемого сайта. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok